Ну что ж, добрый день, уважаемые зрители канала. Добро пожаловать обратно на канал Rubier USA. И сегодня очередной анбоксинг. Или анпакинг. Или разбоксинг. И вообще как угодно можно назвать. Пришла посылка. И хочу посмотреть, чего в ней. И, соответственно, сделать небольшой обзор на эту тему. С небольшим удалением пакета. Ну что, вот пришел такой конверт. На котором был написан Amazon с другой стороны. И что такое в этом конверте? В этом конверте одно из тех немногих вещей, которые более-менее легальны. В штате Нью-Джерси для ношения без особых разрешений. Да, как вы понимаете, ножик. Посмотрим, а что это такое. Фирма Гербер. Модель Ива. Прямошь немножко отражается, потому что снимаю при плохом освещении. То есть освещение у меня, реально говоря, лампочка над камерой. Но, как говорится, было, что есть. Вот такая вот вещь, которую я приобрел на Амазоне просто на распродаже. Ну, я очень часто покупаю ножи на Амазоне на распродаже. Стоит дешево. Качество соответствующей стоимости. Посмотрим, что такое. Теперь надо бы понять, как это все открывать, раскрывать. Ножницы у меня под рукой. Ножницы, ножницы. Кому нужны ножницы? Никому не нужны ножницы. Ну вот. Скажем так, обошелся без ножниц. Вот такой вот складненький ножичек. Очень легенький. Я, конечно, взвесить его здесь не могу. Весы у меня, как понимаете, остались в другом штате. Не написано ни сталь, ни изготовление. Вот смотрите, нож вот такого типа. Одна из причин, почему я купил, теоретически, это покрытие с плавоститаном. Ну вот, можно посмотреть по размеру. параметры ножа. Длина лезвия 8,7 см. То есть, в принципе, здесь так вот решено полоносить. Если длина лезвия меньше определенной длины. Надо посмотреть, какой именно ограничительный размер в штате Нью-Джерси. Длина закрытая 11,5 см. Общая длина 20 см. Вес 79 грамм. Может быть. Мне кажется, немножко тяжелее. Сталь. Лезвие 7 CR17MOV. То есть, это гетальская сталь. И алюминиевая рукоятка. Лезвие покрыто титаном, нитритом. Титановым нитритом. Для защиты от коррозии. Как здесь написано. И, соответственно, есть небольшая небольшая такая не режущая, а пилищая кромка. Для облегчения открывания двойной механизм, как они говорят. Сейчас проверим. Ну да, в принципе, легко открывается. Даже одной рукой. То есть, можно открывать вот так вот. Но, конечно, до конца не открыл. В основном, уже легче, наверное. Или можно открывать стандартным способом. Теоретически. Работает. В руке, ну, как сказать. Для ножа такого размера вполне. Интересно, на ноже то ли серийный номер, то ли еще что-то такое. То ли номер модели 460514B гербер. Гербер. Гербер это китаец. Соответственно, одностороннее лезвие. Вот эта небольшая пилка там. И пришла вот с таким вот покрытием, чтобы случайно никого не поцарапать. Ну, 20 с чем-то долларов, по-моему, стоило. То есть, вот, просто вот для сравнения. Вот я в предыдущем видео на живом, соответственно. Показывал Cold Steel путешественник Voyager XL, который стоит всего на 10 долларов дороже вот этого ножа. Но насколько большая разница по вообще предмету. Конечно, и размеры там громадные, и сталь там получше. То есть, вроде и то, и другое сделано в Китае. И то, и другое гарантия на всю жизнь. Ну, здесь у Гербера только для Америки. Гарантия на всю жизнь и 25 лет за пределами Северной Америки. Ну, вот соотношение по стоимость-качество. Одна из причин, почему у меня так много разных колсиловских вещей. Очень хорошее соотношение с моей точки зрения между стоимостью и качеством. Вот так вот. А сейчас просто будем проверять, что этот ножик моёт. У меня осталось немножко вот такой бумажки. Даже не бумажки, а вот крышки. Ну, да. Не пробивает он с некоторым усилием. Это вам не танко. Так, начальник. Ножик, как вы видите, достаточно острый. Здесь усилий особенно не... не особо прилагаю. Силка. Совершенно спокойно такие вещи берёт. то есть для своих целей вполне. Это вот в принципе именно для цели. Просто ножик на всякий случай. Там баночку открыть, там коробку. Здесь нужно какую-нибудь верёвку обрезать, если нужно. Ничего такого особенного в нём нет. Но вроде один из плюсов это будет покрытие. То есть ржаветь он будет меньше. У меня есть заржавевшие ножи. Потому что влажность в штате Флориде очень высокая. И то, что я носил иногда, ржавеют. Будем надеяться, что этот продержится подольше. Вот такое вот краткое видео. А теперь я его просто вам покажу. И сделаю так, чтобы это было достаточно хорошо видно. Как только камера сфокусируется. Вот видите, вот такое вот лезвие. Мне, в принципе, очень импонируют тёмные лезвия. Лично мне. Вот. С одной стороны. Мне вообще импонирует тёмное оружие по цвету. вот здесь такой замочек. Немножко темновато, конечно, получилось. Ну, что поделать. И с другой стороны. вот, если посмотреть на него вот, если посмотреть на него таким способом, вот, длину и сверху. И сверху. Здесь хорошо так подсветило замок изнутри. Всё. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!